Продолжение следует... Очередной рекорд, который установила игра Counter-Strike Global Offensive, включил в себя 101904 пользователя, которые стали уникальными и сформировали эти статистические данные. Подобная статистика стала неким стереотипом, в первую очередь для зрителей, которые благодаря этому фактору смогут обозначить популярность своей любимой игры. Именно цифры могут закрыть любой спор. Не стоит забывать о том, что данные цифры отображают не просто количество людей, у которых установлена игра, это именно те люди, которые проявляют активность, заходят в игру, участвуют в матчах, просматривают турнирные игры. Совершенно точно можно утверждать, что такая новость связана в первую очередь с устроенной Valve зимней распродажей, с небывалыми скидками на эту игру до 75%, а также с турниром EMS One, который пройдет в польском городке Катовице, призовой фонд которого составит 250 тысяч долларов. Однако находятся и те, которые всегда могут найти оправдания или оспорить подобные цифры. В комментариях, как всегда, завелись фанаты двух версий популярного шутера 1.6 и Go. Так вот, один из поклонников 1.6 версии преподнес статистику из ресурса Game Monitor, которая преподнесла 161647 уникальных пользователей, которые вроде бы как и перевешивают число игроков в CSGO, но, дорогие друзья, какая игра в данный момент включена в официальный список всех европейских и мировых турниров? Недавно организация Astana Dragons прекратила свое существование, а команда, состоящая из четырех выходцев из Virtus.pro и одного экс-навишника, пообещала своей фанатской базе оставаться вместе и продолжить играть, но под другим тегом. Однако ничего не менять было бы неправильно, решили начать с должности капитана. Ранее во времена Virtus.pro и AD на этом посту находился Кирилл Ангел Карасев, который провел огромную работу по созданию и развитию стиля игры, которым играли команды под его руководством. И теперь координировать действия пятерки будет ADREN. Посмотреть за их игрой можно будет еще не скоро, зимой только берут старт онлайн лиги от StarLadder и ESL и других проектов. Но есть еще один небольшой вопрос, который может перерасти в глобальную проблему. По словам уже бывшего капитана команды Кирилла Карасева, состав во время пребывания под эгидой Astana Dragons выбрал не совсем правильный формат тренировок. Теперь у игроков нет ни тренировочной базы, ни спонсоров, какой теперь формат тренировочного процесса выберут ребята. И будет ли он правильный, смогут ли опытные киберспортсмены по интернету наиграть нужное количество праков и успешно выступить на европейских ладах. Стали известны именно двух финалистов восьмого сезона Star Series в дисциплине Dota 2. На протяжении последних двух месяцев 18 команд сражаются за заветные четыре слота на лангфиналы в Киеве, которые пройдут с 17 по 19 января. В этом сезоне интрига сохраняется до самого финиша. Онлайн части Star Series буквально за 1-2 тура до конца на попадание в число финалистов претендовали сразу аж 7 команд. Но, к сожалению, плей-офф турнир рассчитан только на 4 места. Первыми поездку в Киев себе гарантировали победители The International 3, шведы из The Alliance. Транскоманда проиграла 3 из 16 сыгранных матчей, но обыграла всех своих прямых конкурентов и расположилась на верхней строчке турнирной таблицы. Следом за шведами билеты в столицу Украины отправились покупать Sigma Int, уверенно обыгравшая Next KZ в своем последнем матче регулярки и тем самым гарантировали себе место в квартете финалистов. Теперь дело за игроками Na'Vi, которым осталось провести один матч на попадание в финал звездной серии по второй доте. Рожденные побеждать должны обыгрывать российских дотеров под названием Flipside и тогда ландфиналы будут действительно звездными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Blizzard сообщила, что некоторые игроки World of Warcraft были атакованы Трояном, который похищает их пользовательскую информацию, в том числе логин и пароль. Вирус распространяется через поддельную версию Кьюрс Клиент, популярной программы для работы с дополнениями к World of Warcraft. Злоумышленники создали специальный сайт с этой программой, который попал на первое место в некоторых поисковых системах. При этом зараженная версия Кьюрс Клиент исправно выполняет все свои функции, поэтому многие пользователи даже не подозревают, что что-то идет не так. На форумах Battle.net уже опубликована подробная инструкция для тех, кто подвергся атаке Трояна. Проще всего удалить вирус с помощью программы Mailwarebytes, но есть и вариант расправиться с вредоносной программой вручную. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»